друзья всем привет кто на связи проверка связи как слышно как звук кто присоединился скажите как звук все слышно все хорошо всем привет волгоград большой привет друзья сегодня будет потрясающий эфир в первую очередь сегодня будет гость с которым приятно общаться который заряжает позитивом это по-настоящему человек позитив человек который сам не нуждается представлением которые у которого работа заключается в представлении бойцов из мира единоборства причем из различных это и бокс и тайский бокс кикбоксинг мм и конечно и многое другое пообщаемся сегодня будьте вместе с нами я уверен что будет интересно потому что этот человек заслуживает внимания богдан привет ну все ждем александра евгеньевича александр загорский на тот человек с которым я сам хотел давно пообщаться а вот добрым утром с добрым утром флорида с добрым утром майами артем приветствую александр евгеньевич вы как всегда сразу заряжаете позитивом ваша улыбка правда я вот думаю что то ли подустал от интервью то ли иногда бойцы так чуть подутомляют потому что много приходится разговаривать там на каких-то проблемных моментах думаю нужен человек который позитивом зарядит не только меня но и подписчик спасибо спасибо дорогой артем в первую очередь хотел бы спросить как карантина проходит у вас потому что знаю вам он дается нелегко тоже нелегко я очень скучаю по боям по турнирам по перелетам по переездам бывало меня это утомляло настолько что я подумал ну а хоть бы там недельку там две-три отдохнуть а сейчас я просто мечтаю по отправиться куда-нибудь полететь поехать неважно каким видом транспорта но чтобы был турнир и чтобы опять вот такой драйв был в моей душе в моем сердце и конечно же для наших уважаемых зрителей вы соскучились именно по атмосфере или все же вот как именно работа то есть выйти сделать какой-то продукт то есть посмотреть да 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 я очень поэтому соскучился потому что последний турнир вот крайний у меня был 21 марта 21 марта и с тех пор вот я сижу и в общем так скучаю я знаю что все же дома полностью не приходится сидеть все равно куда-то летаете это секрет или нет нет это не секрет спасибо значит съемочной группе реальные пацаны и вот сегодня насколько я знаю будет информация в 20.00 по москве выходит серия на тмп канал реальные пацаны и там мага исма будет биться с главным героем скаляна ну а я буду их представлять это было недавно совсем к вашему резюме уже можно полностью добавить что вы еще и актер ну получилось так что я вот в третьем фильме снялся в роли самого себя в роли римка монстр и когда-то давно в девяностом году я снялся в фильме палач такой был фильм нашего режиссера сергеева ленинградского тогда еще и вот там у меня две эпизодические такие небольшие роли ну два момента вот и все ну насколько я знаю я посмотрел вчера ваше интервью и работа актера не шибко вас так впечатлила не то что впечатлила что она трудная нудная муторная да да вы знаете я такой вот человек вы знаете я не могу сидеть на месте а съемки предполагают съемочный день и ты можешь там нас отсняться в эпизоде в другом третьего потом полдня ждать следующего своего приглашения на съемочную площадку вот это для меня так утомительно на самом деле вот ничего не делание а просто вот сидение и ожидание своей востребованности что вот тогда еще в девяностом году меня предложили в нашей блинолин фильме привести свои данные в картотеку занестись но я снявшись два дня и вот так вот убив у хлопов просто целых два дня на каких-то два малюсеньких эпизода я туда не поехал и отказался честно говоря именно по этим причинам но у вас на самом деле такая импозад эффектная внешность то есть я вот сразу вас представляю как в роли офицера вот если мы говорим о фильмах великой отечественной который может быть артем вы очень близки к правде потому что вот мои родственники по отцовской линии там деды и прадеды и их значит друзья и родственники они были офицерами офицерами еще той далекой царской армии я вот я как раз хочу сказать все равно многие вас сравнивают хотя я потом к этому вернусь и скажу что наоборот очень много ключевых различий но у нас на заднем фоне фото фотография с даром байфером вот как раз у меня вот такая тут у меня такая стена такая скромная она это конечно не стена славы но просто есть видите вот стивен сигал эвансер холифилд вот те люди с которыми я по своей работе по своей профессии пересекался и очень благодарен что меня судьба сводила с ними джимми леннон джуниор джан-клод ван дам в общем вот вот такая скромная здесь вот такая стеночка и у меня такое любимое кресло где я часто сижу и отдыхаю и вот как раз отсюда мы и ведем эфир вот как раз я хотел сказать что если вы больше такой офицер мне представляете образ офицера то вчера я посмотрел несколько интервью майкла баффер он именно такой смесь джентльмена и мафиози вот прямо да 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 вернемся еще к ним обязательно это это мой заочный учитель и я ему об этом в глаза сказал я потом все расскажу когда мы вернемся к этой теме вы все же я посмотрел по интервью последний ваш пост в инстаграм тоже заставил об этом задуматься вы такой бунтарь экстремал вот расскажите откуда это все же это где-то в юношестве появилась после какого-то момента либо это прямо с детства как началось так и с рождения вы знаете это 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 было с детства сейчас у меня в ушах кто-то пытается прорваться звонок но я хорошо что я слышу но звонок идет я думаю сейчас человек не ответит не дождавшись моего ответа вот слава богу все хорошо это пошло с самого детства я был очень свободолюбивым мальчиком и я один ребенок в семье и вот эта краткая предыстория что значит когда начались вот я был предоставлен самому себе и конечно я пошел там по такой ложке там собирали окурки на улицах с друзьями еще что-то болтались дрались в нашем питере на петроградской стороне и родители посмотрев на все это отдали меня сначала на продленный день откуда я постоянно убегал тоже дрался с одноклассниками со старшеклассниками убегал тогда родители решили другим путем пойти они отдали меня в престижный интернат с английским языком со второго класса с изучения там в том интернате находились дети артистов которые постоянно на гастролях и так далее и так далее вот такие такой был интернат и я там один год проучившись это был уже третий класс и нет второй я сказал родителям если вы меня не заберете я сбегу тогда отец подарил мне очень по тем временам самую лучшую ручку поршневую ручку тогда я за ручку согласился побыть еще один год но когда этот год заканчивался я сказал папа если вы меня не заберете я точно убегу и вы меня потом вообще не найдете но к счастью мы переехали на новую квартиру и рядом была школа я стал ходить уже в эту школу и в общем немножко успокоился четвертому классу а еще хочу интересное сказать на новогоднем маскараде третьего класса все мальчики были там зайчики какие-то там волки принцы у меня был костюм тектонского рыцаря родители мне неделю неделю делали этот костюм из картона папье-маше красили серебряной краской у меня был плащ меч в общем все и шлем с забралом вот с таким ну что я бредил тогда рыцарством и вот вот наверно все оттуда пошло ну вы расскажете это все же счастливое детство только с теплотой вспоминаете свое безусловно я я очень благодарен своим родителям своим дедушкам дедушка один один дед умер в блокаду я к сожалению не знал его и две бабушки я очень благодарен потому что они мне все вот вместе подарили замечательное детство и особо благодарен я конечно отцу потому что вот то какой я есть это заслуга именно его он пройдя суровейшую школу жизненную блокаду фронт тяжелое ранение он был душой любой компании обладал великолепным чувством юмора и в общем такой был позитив вот он меня именно он вселил вот эти качества в меня передал мне а голос передался по наследству или это уже вот выработанные вами нет у папы был глухой достаточно голос и он говорил значит когда он великолепно писал стихи рисовал лепил творческая натура такой был отец мой я когда пробовал тогда в юности еще писать стихи и у меня не получалось он говорит сынок не расстраивайся зато ты громче поешь да я по по образованию по профессии я вокалист профессиональный вокалист и мои связки трудились вместе со мной с юности самой в школе я создал вокально-инструментальный ансамбль тогда это называлось и тех пор уже вот начинал зажигать на гитаре в ансамбле и дальше я работал для на концерте уже как вокалист я в семьдесят девятом году стал дипломантом всесоюзного тогда еще конкурса артистов эстрады по по вокалу и в общем вот так вот связки мои натренированные я очень благодарен вот этому потому что турниры бывают растягиваются на шесть семь восемь а рекорд знаете какой у меня турнир в грозном боксерский вечер шел ровно девять часов подряд и вот представляете такая нагрузка это конечно очень тяжело можно ли сказать что мы из-за стечения обстоятельств могли потерять очень известного певца вокалиста но приобрели очень знаменитого и мастера своего дела ринга нансера вот удивительно вот удивительно да конечно конечно я мог бы стать но я благодарен судьбе настолько вы знаете вот смотрите какое огромное количество певцов нашей стране артистов театральных артистов кино артистов а ринга нансеров не так много вот я к счастью занимаюсь тем что мне безумно нравится и чему я отдаю всю свою душу и сердце но вы безусловно бренд такой уже сложившийся ведущий в любом случае я думаю что в европе нет сейчас более популярного ринга нансера то есть такого ведущего церемонии потому что я пытался как бы и найти из тех кого я знаю но либо это уже такие мэтеры типа джимми леннона либо в америке в америке в америке в америке великолепные артем в америке вот я могу сказать ну великолепные профессионалы высочайшего класса очень много сейчас вот молодой появился дэвид диаманте вот с этими дредами парень такой с обычной внешности с отличным голосом тоже великолепные великолепные ринг-анонсеры второй ринг-анонсер в UFC там брюс баффер и джо мартинес великолепный тоже джо миленнона джуниор это конечно знаковые фигуры и конечно же майкл бам это вершина этого жанра ринг-анонсирования и я как раз когда учился равнялся на этих метров вернемся к бунтарту вот как стрим вы экстремал прыгали ли вы с парашютом вот и у меня просто это сейчас возникла вопрос или если желание я в детстве я возможности не было и мне хотелось все это попробовать и у нас в ленинграде тогда парке победы был такие аттракционы и была естественно парашютная вышка и я туда на нее с позволения родителей естественно забрался и это мне было семь лет по моему и прыгнул с парашютом в семь лет но мой вес оказался недостаточным для того чтобы парашют плавно опускался я просто завис между небом и землей и пока работники не подкрутили там что-то я так и болтался потому что я не мог не мог опуститься вниз слишком легенький был ну а потом я конечно катался на всевозможных аттракционах и но вот сейчас когда появились такие удивительные тарзанки там в сочи sky park вау сейчас я честно говоря чем старше ты становишься тем дороже ты ценишь свое здоровье свою жизнь сейчас бы я наверное не решился и не решусь конечно но если бы такой sky park был в мои молодые годы я бы точно прыгнул это сто процентов даже без сомнения но вот я не удивлюсь потому что когда открываю ваш инстаграм вот если я увижу что я сегодня прыгнул с парашютом для меня это не будет сюрпризом это такое быть очень очень хотелось бы от александра евгеньевича можно все ожидать тем более никогда не говори никогда знаете кто-то прыгает и 94 года и да вы знаете помните видео бабушка там с инструктором вместе какая-то 90-летняя старушка это просто когда я увидел я аплодировал есть стоя потому что бабушка не побоялась там разрыва сердца это была видна ее мечта и она прыгнула так в обнимку с инструктором с огромной высоты так может быть я тоже может быть я тоже вы же мотоциклами начали заниматься то есть вот именно стали байкером в таком понимании достаточно поздно не так как артем я я конечно зажигал очень здорово на велике каждый вечер дедушка мне выправлял восьмерку потому что мы на неприспособленных в те годы велосипедов развороты какие-то делали в общем каждый каждый вечер восьмерка то есть колесо было и дед исправлял я просил мопед даже не мотоцикл у деда и он не обещал купить мопед но видно мама отговорила и слава богу потому что я на этом мопеде точно посвернул себе голову и мотоцикл даже не был моих мечтах и где-то вот начиная с года сейчас скажу ну наверное 10 8 года 2008 10 я стал ходить ну я люблю рок-н-ролл я собственно начинал свою вокальная вокальную молодость именно с хард-рока я перепел вес deep purple там практически вот эти репертуары групп юрий хип и так далее и когда бы появилась возможность я стал одеваться в стиле хард-рока то есть у меня были косухи черепа браслеты и мне стали задавать вопросы а вы байкер а вы на мотоцикле приехали и когда я задал эту тему и вопрос семье ни в коем случае никогда только через наш труп ты хочешь семью без кормильца оставить и так далее и пять лет я шел на поводу у этих протестов пока накануне своего 60-летнего юбилея я решил что если я не осуществлю вот это не дополню свой образ хорошим таким крутым байком а это конечно было харли дэвидсон только харли дэвидсон а других я и не мечтал то я наверное буду жалеть об этом всю жизнь свою и я пошел и заказал этот мотоцикл который должен был прийти там ну через три недели что-либо так сказал об этом жене жена сказала все я близко к нему не подойду даже не просит ты попрал наши наши просьбы наше мнение и вы знаете прошло несколько лет и от полного неприятия жена пришла к полному пониманию этого движения и теперь у нее собственный харли и мы с ней гоняем о господи мы с ней гоняем по нашему городу и в общем то мы конечно не имеем права этому может быть делать но с другой стороны по наблюдению врачей в том числе германских и английских езда на мотоцикле это самый безопасный в момент эпидемии вид времяпровождения потому что деньги никакой коронавирус за ним не угонится за байком то есть ну вот достаточно в сознательном возрасте пришли а мотоцикл как ни крути это достаточно экстремальный вид транспорта транспорта вид передвижения поэтому да я не исключаю что удивлюсь это абсолютно ваш выбор я ни к чему не подталкиваю я сам еще не прыгал поэтому и может и не прыгну но я не удивлюсь просто зная вас вот как раз один из последних ваших постов в инстаграм было о том что как вы выгуливаете молли собачка джек раз терьер девочка мы с ней вместе сели на мотоцикл потому что даже когда еще у меня не было байка я знал что как только мотоцикл появится я буду ездить вместе со своей собакой и мы с ней вместе сели и у нас стаж совершенно одинаковый это 8 мото сезон вместе мы с ней ездили и конечно это вызывает восторг абсолютно у всех у автомобилистов проезжающих у пешеходов которые пересекают значит улицы по зеленому сигналу светофора все останавливаются начинают фотографировать и вот какие-то ребята выложили видео отправили куда-то и вдруг такие отзывы вот нарушитель режима самоизоляции выгуливает свою собаку на мотоцикле это было забавно очень что за нарушение социальная дистанция соблюдена соблюдена нигде никого рядом не впереди не сзади никого нету поэтому все по моему уходи странные правила а скажите если мечта проехаться по трассе 66 потому что я знаю что байкер это это вот у байкеров тех которые ездят вот на таких мотоциклах это не имеется ввиду никого не хочу обидеть ребят которые на спартах носятся там от светофора до светофора на это мечта любого мотоциклиста байкера я конечно и это моя мечта я очень хотел бы осуществить многие я надеюсь что да сейчас тяжело видите но я не имею ввиду время вот этой эпидемии коронавируса вообще тяжело с визами очень стало уже последнее время и дай бог если получится я конечно это осуществлю потому что меня зовут и друзья и те люди которые в америке живут давайте александр организуем возьмем на прокат там любой байк и поедем я конечно мечтаю об этом если честно я не езжу на мотоцикл но именно вот знаете сама вот эта традиция или дарлинак выразиться то есть как бы одна из целей проехаться по этой трассе да от нью-йорка до лос-анджелеса я самое ради этого хочу научиться именно я тоже против вас спортивного ну не то что против то есть спортивный мотоцикл меня так не превращает как именно такой дорожный или чоппер и да это же это же другая совершенно артем манера езды это вот у нас у карлистов такой девиз есть drive safety and have fun осторожно езди осторожно и получай удовольствие мы не гоняем между машинами вот так вот перестраиваясь из ряда в ряд мы едем посередине полосы чтобы сам ты получал удовольствие чтобы тебя смотрели пешеходы там или автомобилисты и тоже там с тобой вместе радовались вот такая такой принцип и конечно это гораздо безопаснее чем ездить на спортивных мотоциклах со скоростью там от 150 они начинают да она но я из своего опыта расскажу историю о вас то есть один раз я был в питере по делам и поехал в аэропорт уже выезжая и смотрю едет байкер который играет хард-рок такой какой-то классический полной амуниции мы подъезжаем равняемся на светофоре я вижу вас полно вижу что по вашему лицу я вижу что вы живете вам это нравится что вот именно вот как вот говорят я вижу человека и по его лицу вижу что он именно живет сейчас потому что это кайф это настоящий кайф вот просто я этот этот эпизод очень хорошо помню артем я даже помню конкретно локацию этого места это как раз был московский проспект и ты ехал в аэропорт на пересечении с улицей кузнецовской там мы остановились поприветствовали друг друга приятно удивлен потому что да вот это многомиллионный город и когда ты встречаешь знакомых близких людей друзей александр евгеньевич скажу так что вы для меня такой мотиватора в каком-то смысле потому что именно вот я вижу как вы живете ваши семейные ценности для меня они как такой пример во всяком случае то что я вижу естественно если какие-то проблемные моменты но вот этот позитив жизненные это можно черпать от вас спасибо большое спасибо дорогой артем да и я всем советую друзья мои вы надо жить полнотой жизнью я радоваться радоваться каждому его не его ее моменту мгновению потому что жизнь на самом деле настолько быстротечно и вот с годами ты это понимаешь что у тебя остается не так уже много времени в впереди а позади уже пройден больший путь и хочется жить и не упустить какие-то моменты радоваться каждому я всем это советую и конечно у нас вот семья очень спортивная жена и дочка моя младшая они мастера спорта по художественной гимнастике катя еще мастер спорта по спортивной аэробике и мы вместе проводим время вот сегодня мы потренировались перед эфиром у нас была полутора часовая тренировка с женой вместе а дочурка будет тренироваться позже у нее тоже будет тренировка причем она выйдет на связь с францией и там ее жених жульян шанине тоже соберет такую группу и они будут вместе тренироваться современный мир требует современных решений да 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 это очень здорово давайте вернемся чуть к вашей деятельности вот замечали ли вы что вы провели огромное количество ну естественно вы замечали чтобы провели огромное количество турниров до вопроса о том что на м м и кикбоксинг там тайский бокс бокс и естественно и имеет разную аудиторию то есть те люди которые приходят смотреть поединке это совершенно ну несовершенно на мой взгляд особенно вот в америке то что я вижу аудитории которая пришла смотреть ММА, аудитория, которая пришла смотреть классический бокс, это совершенно разное. Видели ли вы это? Ну, замечали ли вы это? Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Совершенно разная аудитория. И, конечно, вы знаете, вот боксеры и те, которые проповедуют бокс и поддерживают, они не приемляют ММА. Это говорят, нет, это не то, не наше. Вот существует только бокс для нас. Бойцы ММА, они более лояльно относятся к классике бокса, потому что это основа ударной техники, естественно. И вот разная совершенно публика. Но знаете, что я могу сказать? Вот в нашей стране бокс, если не имеет в файт-карте звезд первой величины, никогда не соберет большой зал. Никогда. ММА собирают огромные залы от Калининграда до Владивостока в независимость. Есть звезды? Нет звезд? Настолько пришлось по душе русскому менталитету, российскому менталитету смешанное единоборство, что полные залы битком набиваются. Может быть, Ярдбук, хотя и в боксе у нас звезды великолепные, боксеры есть. Конечно, личность Федора Емельяненко сыграла немаловажную роль в этом. Ныне это Хабиб Нурмагомедов, чемпион самого престижного промоушена UFC. Мне, к сожалению, немножко горько за кикбоксинг и тайский бокс, что турниров гораздо-гораздо меньше. А вот когда меня спрашивают, на самом деле, какой у вас любимый вид боевого спорта? Знаете, что я отвечаю? Это кикбоксинг раздел К1. Почему так? Потому что это рубка трехраундовая, без клинчей. Это просто вот короткий момент, короткая схватка в формате трехраундов. Там, если чемпионский бой, там, допустим, может быть, пять раундов. Но это вот постоянная динамика. То есть даже клинчи запрещены. Просто вот настоящая рубка. Вот К1, это проходит просто вот такие турниры на одном декаде. Я приятно удивлен даже для Саши, потому что я не ожидал. Но очень мало, Артем. Очень мало турниров по кикбоксингу. И еще меньше, к сожалению, по тайскому боксу. Я об этом очень грущу. Гегемония ММА, конечно, она видна. Сейчас ММА переживает пик. Ну, мы же с вами понимаем, вы правильно сказали о боксе, что турниры делают люди. То есть, если есть звезда, то бокс собирает. И кикбоксинг такая же история. В ММА, к сожалению, есть один такой локомотив в лице UFC, который тянет все любые мелкие локальные промоушены, которые даже, можно сказать, городские. Да, все стараются равняться, смотрят на примере и хотят приблизиться к этому промоушену по мере возможностей своих, конечно, финансовых и так далее. Это очень здорово. Перейдем к следующему вопросу. Я задаю, Александр Евгеньевич, такие вопросы, которые мне были интересны, потому что мы пересекаемся достаточно часто, но не всегда получается поговорить, знаете, как по душам. Это не интервью, но охота... Хотелось бы вас узнать чуть побольше. Вот я посмотрел интервью ваше, не одно причем. Вы во многих интервью говорите, что благодарны Майклу Бафферу, что у вас сейчас насыщенная жизнь, что вы много где были, много с кем познакомились, то, что бы не случилось. Но изначально вас пригласили провести М1, и потом вы стали равняться на Майкла Баффера. Ну, как бы взяли за пример. Или все же вы видели Майкла Баффера вначале? Я очень давно еще, когда даже у меня не было мысли о том, что я когда-то окажусь в октагоне или на ринге, я увидел еще тогда по, помните, там спутниковые тарелки были. Я смотрел турниры. Я потому что человек спортивный и в 80-е годы восточными недоборствами занимался. Потом, когда тренер уехал в Америку на постоянное жительство и открыл там школу, он передал нас другим, этим сенсеям. Но мне не понравился их подход, и мы из другого клуба были не нужны. И, в общем, я постепенно-постепенно закончил с восточными недоборствами, перейдя на более гуманные виды спорта, такие как теннис, большой теннис, в общем, плавание и так далее. Да. Вот возвращаясь, я увидел когда-то очень-очень давно Майкла Баффера. И этот человек меня, конечно, сразу покорил своей статию, своим великолепным баритоном. И я, будучи артистом в те годы, я подумал про себя, что, наверное, у меня это бы получилось, если бы вот у меня был такой шанс. И прошло много лет после этого, наверное, я не знаю, ну лет шесть, может быть, десять лет. Я увидел Майкла тогда совсем молодым, и мне сделали предложение вот Вадим Финкельштейн в 2000 году попробовать себя в роли ринг-анонсера. И удивительно, на самом деле, конечно, у меня была теоретическая подготовка. То есть я смотрел на Баффера, смотрел на Леннона и понимал, что нужно делать и что говорить. Но, конечно, я серьезно этим не занимался. Теоретически я знал, а на практике, конечно, получилось совершенно другой вариант. То есть это настолько было мне сложно и тяжело, потому что куча потусторонней информации, не только бои, но надо было записать там спонсоров, надо было записывать награждающих. Были такие моменты, что мне ставили условие, что если победит вот этот, надо вызвать другого награждающего. Если он проиграет, то этот награждать не будет, а будет другой. Вот такая каша в голове. Или еще очень забавный момент. Я бойцов тогда не знал, это сейчас я практически знаю всех так реальных сильных бойцов уже в лицо, по именам, по фамилиям. А тогда, вот представляете, два кавказца, а в основном эти ребята боевые Северный Кавказ, там Дагестан, Чеченская Республика, Ингушетия, в общем, все страны Республики Закавказья. И в одном углу стоит, к примеру, Ибрагим Магомедов, а в другом Магомед Ибрагимов. Они сплетаются в клубок, раз, кто-то кого-то наиболее удушающий, бам, и надо уже объявлять чемпиона. Они оба одинаковые, как братья, они оба там в черных шортах, и вот так вот. Было очень непросто, и моему счастью по завершении турнира подходили завсегдаты, жали руку и говорили, наконец-то у нас в стране появился настоящий ринканонсер. И вот после этого момента я стал глубочайшим образом изучать. Уже смотря на баффера, я скрупулезно записывал тайминг, что он говорит, с какими интервалами, когда он представляет спонсоров, когда он представляет судейский корпус, когда он переходит к представлению самих непосредственно действующих лиц, что он говорит, в какой последовании. Я начал изучать все виды единоборств и скрупулезно записывать. Это и боксы, и смешные единоборства, тайский бокс, и кикбоксинг. И вот, собственно говоря, я стал самосовершенствоваться, но примером для меня был всегда даже не Джимми Леннон, хотя я с ним отработал всего один раз, а Майкл Баффер. Мне нравилось его стать, его голос, его харизма. Логическая цепочка теперь выстроена. Просто мне было интересно узнать, первое появилось, вы узнали, допустим, об боях, а потом узнали, что есть такой рингононсер. Бои я смотрел, бои смотрел, еще не думая даже о том, что я когда-то стану рингононсером. Хорошо. Вы выступали, ну, первый ваш турнир, это М1, получается, в Питере у Вадима Финкельштейна. Скажите, все равно, когда вы готовились к первому выступлению, вы же, вот вы взяли такую модель, стилистически похожую на Майкла Баффера, но есть же разные, Джимми Леннон, тоже, слышали ли вы Лене Харт, это вот та знаменитая... как же, я не только слышал, но мы с ней вместе работали несколько раз, это удивительная женщина, это такая вообще, такой энергайзер, такая веселая, позитивная женщина, что я вот ее с добром вспоминаю, мы с ней, друзья, в Фейсбуке там переписываемся, поздравляем друг друга, Лене Харт просто огонь. Я на самом деле практически всю свою карьеру, а я рос на боях вот этой золотой эры К1, Прайда, и мне казалось, что это какой-то японский мужчина кричит, а оказалось, что такая женщина с родом и не подумал. Ну так вот, то есть на самом деле, ну давайте три таких разных, четыре модели выберем, да, вот Брюс, ой, вернее, Майкл Баффер, Джимми Леннон, вот Лене Харт и Брюс Баффер, да, они все разные, стилистические. Да. Почему вы выбрали более такую классическую джентльменскую подачу? Ну, потому что я выбрал, нет, то, что мне ближе, ближе по моему духу, по моему естеству, мне вот это понравилось, я даже объясню, что и как, что мне неприемлемо было, например, у Джимми Леннона. Я очень скрупулезно смотрю за работы всех абсолютно, ринг-анонсеров. Мне очень нравится, вот я уже упоминал его, Джо Мартинес, великолепный ринг-анонсер, Дэвид Диаманте. Джимми Леннон дает гораздо больше информации в тот же самый промежуток времени, чем Майкл Баффер. Он очень говорит много, быстро, очень правильно, согласен, но очень много информации, очень много, например, Джимми Леннон говорит introducing first on my left. Никогда Майкл Баффер этого не скажет, там, слева, справа. Он говорит сразу, сразу уже конкретно о бойце, там, в красном или в синем углу. Джимми Леннон добавляет left, right, там, и так далее, и, в общем, еще раз представляет рефери, когда он дает инструктаж, Майкл Баффер этого не делает, дополнительно, я имею в виду. Вот очень много информации. Ленни Харт, Ленни Харт женщина, она играет и бравирует своим голосом, то есть она бывает, начинает хрипеть или какие-то интонации, она поет, она представляет бойцов и поет при этом. Да, это красиво, но это немножко не по мне было, хотя я вокалист. Брюс Баффер, безусловно, харизматичный, великолепный совершенно ринг-анонсер, но вот его манера тоже не пришлась мне, ну, мне это нравится смотреть, но подпрыгивание, низкий сет и так далее, в общем, это тоже оказалось не для меня. Причем, например, если Майкл Баффер, он варьирует свои представления, то есть никогда практически Майкл Баффер одинаково перед началом турнира не говорит, а Брюс Баффер, вот он просто такая машина, потому что он говорит слово в слово и с одинаковой абсолютной интонацией. Я как вокалист это все слышу, абсолютно одинаковая интонация, абсолютно одинаковая. И вот ближе всех мне оказался именно Майкл Баффер, и я счастлив, что мой заочный учитель был в нашей стране в 2007 году, я впервые с ним тогда познакомился на бой Поветкин Ларри Дональд. Это был 2007 год, и потом уже прошло, наверное, 5 лет, когда он снова приехал в нашу страну объявлять главный бой, Кличко был с тем же, с тем же, ага, не вспомню сейчас фамилию, немец, такой, да. И тогда я с Майклом разговорился и сказал ему вот те слова, которые для меня были очень важны, мне очень хотелось давно ему сказать. Я ему сказал, Майкл, я безумно вам благодарен за то, что вы вообще есть, я себе и рассказал вот эту историю. Если бы я вас не увидел много лет назад в ринге, возможно, я не стал бы заниматься тем, чем я занимаюсь, и моя жизнь в корне кардинально перевернулась, и я вам благодарен и считаю вас своим великим учителем. И к моему удивлению, такой вот строгий Майкл Баффер, такой есть, он меня обнял и говорит, Саша, спасибо тебе за эти слова, обычно мне все завидуют, он сказал. Я ему сказал, и вот с тех пор у нас сложились такие теплые отношения, мы обменялись адресами электронной почты, мы высылаем фотографии друг другу, поздравляем с днём рождения, и в общем, я очень рад, что он есть в моей жизни, этот человек, благодаря которому я, собственно говоря, стал ринг-анонцем. Если вернуться, как раз, вот смотрите, вот мы возьмём таких гигантов, как Майкл Баффер, Лене Харт и Брюс Баффер, вот как раз три разные дисциплины, да, бокс, ММА и Лене Харт, К1 возьмём, да, потому что золотая эра К1 была. вот как раз каждый из них разный, бокс, это более классический и классическая подача в лице Майкла Баффера, да, ММА это более такой жёсткий, там, вот как раз собирается другая более публика, вот то, что я вижу здесь, на Белатре, на UFC, это очень много таких жёстких мужиков в косухах, что-то как байкеры, то есть молодёжь, которая такая ещё ожесточённая, и как раз К1, которая что-то между Брюсом и Майклом Баффером, то есть более динамичная и которая может ещё лавировать это. Вот достаточно интересное сравнение. Есть разница, да, в подаче бокса, ММА, ну и К1. Конечно, да, 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 потому что бокс это классика и подача там совершенно другая, по моему мнению, должна быть, и в общем я стараюсь работать точно так же в более такой аскетичной более строгой манере работая на турнирах по боксу и сравнивая их с турнирами по ММА, потому что там я могу позволить себе больше, больше вот такой, даже, я не знаю, энергетика та же остаётся, но в своём голосе и представлении я могу позволить больше добавить рыка такого вот, именно вот такого драйва молодёжного, о чём вы говорите, что другая публика ходит и так далее. Бокс, он более более классический, и, конечно, там другая манера, но меня сравнивают и, знаете, Артём, частенько, что вот я копирую бафера, я его ни в коем случае не копирую, я взял просто за основу тайминг, протокол представления, но, естественно, любому человеку, у которого есть музыкальный слух, становится понятно, что я совершенно по-другому представляю спортсмена, и по-другому говорю и так далее, поэтому он является, конечно, моим клубертом и основой, на которой я учился. Да. Я вчера смотрел интервью ваше, да, меня тоже задевали немножко слова, что вы копируете, вы не копируете, вы взяли лучшие и берёте от других рингонансеров мировых что-то лучше делаете, заметки, это нормально. Да, и в то же время, да, и в то же время, Артём, я прекрасно понимаю, что, чтобы тебя запомнили, и ты, так сказать, держал вот эту планку, надо иметь своё, надо иметь свою манеру, своё представление, и я вот это именно и делаю, и меня сразу отличают по голосу, отличают, только включают телевизор, там люди мне рассказывали просто, даже такой забавный был случай, ну, после турнира обычно со мной фотографируются, это занимает там минут 20, может быть, полчаса, подходит женщина, ой, говорит, можно с вами сфотографироваться, я говорю, как, приятно, когда женщина увлекается, вот, смешанными единоборствами, она говорит, да нет, я не увлекаюсь, я знаю вас по голосу, я обычно на кухне стряпаю, а муж в соседней комнате смотрит турниры, и вот я, говорит, вас знаю по голосу, и вот я сегодня впервые оказалась на турнире, и хочу с вами сфотографироваться, вот такая забавная была история, а ещё, хотите, расскажу, это как раз связано с, с Майклом Баффером, с Майклом Баффером, и с его личностью, и то, что меня сравнивают, а американцы вообще, когда приезжают и говорят, о, Russian Buffer, там, привет, привет, русский Баффер, там, да-да-да, и так далее, я к этому отношусь нормально, совершенно, и мне приятно, потому что сравнивают, когда тебя сравнивают с легендой, это не может мне нравиться, и где-то, это, может быть, в Кемерово было, я не помню, может быть, ещё где-то, город, я не помню, это был кубок Николая Валуева, по боксу, турнир закончился, и ко мне подскакивает парнишка, лет 10-12, и говорит, можно с вами сфотографироваться, я говорю, окей, мы с ним фоткаемся, он смотрит на меня, а можно вам вопрос задать, я говорю, давай, а вы долго русский язык учили, он мне спрашивает, и я понимаю, что он думает, что перед ним как раз тот самый Майкл Баффер, и я подыграл тогда, я говорю, парень, пришлось постараться, пришлось постараться, я говорю, и он счастливый побежал к своим друзьям, и говорит, я же прав, я же вам говорил, что это он, вот такой забавный был случай в моей жизни. Вот смотрите, комментарий пришёл, как раз из этого будет следовать мой дальше вопрос, в 2010 году Александр открывал Кубок России по тайскому боксу в Санкт-Петербурге, тем самым сразу подняв статус соревнований. Вот сейчас вы бренд, вы действительно своим участникам вы сразу поднимаете уровень мероприятия. Чувствуете ли вы свой звёздный статус, чувствуете ли вы себя звездой? Артём, я говорил и говорю, что вот эта популярность ко мне пришла в зрелом возрасте, когда я был уже сформировавшейся личностью, и мои родители воспитывали меня абсолютно правильно, я никогда не страдал звёздной болезнью. Я абсолютно простой в общении человек, и для меня не важно, кто ко мне подходит, там, депутат, государственные думы, или просто простой парнишка из, там, горного дагестанского села. для меня они абсолютно равны, и я никому не отказываю ни в интервью, ни в фотосессии и так далее, автограф иногда может быть. Вот так, я не считаю себя звездой, но вот эта популярность и статусность такая, она на меня накладывает, естественно, ответственность и обязательство. То есть, я должен быть всё время на уровне, ни в коем случае не понижать планку, и, знаете, Артём, я всё время учусь. Я всё время учусь, я смотрю турниры, и вдруг я что-то увидел для себя новое в работе там, какого-то ринг-анонсера, и я взял это себе на заметку и говорю, вот как здорово он это сказал, вот надо бы это, может быть, там, использовать и применить. То есть, постоянно, постоянно я не почиваю на лаврах, а постоянно учусь и держу вот эту планку. Это касается всего абсолютно. И работы в ринге или в октагоне, своего внешнего вида, я к этому большое значение придаю, чтобы у меня были самые лучшие смокинги, обувь, рубашки, запонги, чтобы мне было не стыдно представлять бойцов на самом высоком международном уровне. Это хороший ответ. Ну, скажите, вот вы сейчас, вы сказали, вот в принципе вас не обижают, а наоборот, даже приятно где-то, когда вас сравнивают с легендой. Сейчас вы являетесь главным человеком среди рингенанцеров в России, на постсоветском пространстве, да и в Европе, можно, наверное, сказать. Есть ли конкуренция среди ваших коллег, которые в России, потому что есть уже тоже достаточно неплохие, хорошие ребята, кто ведет поединки. Да, этот жанр... Соперничество. Соперничество я не наблюдаю, потому что на самом деле, ну, сейчас не рассматривается это время коронавирусное, а турниров с каждым годом становится все больше и больше. Это турниры и по ММА, и турниры и по боксу, и кикбоксинг, и тайский бокс, и огромная территория нашей страны. Задействованы все бывшие союзные республики, вот в моей работе в частности. Это, конечно, и Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Прибалтийские республики, куда я езжу часто, вот, реже является Европа. Я очень рад, на самом деле, что жанр ремкоденсирования развивается, и в нашей стране появляются хорошие, способные, талантливые ребята, потому что ведь, ну, невозможно, объять необъятно, и, конечно, когда в один и тот же день, это обычно по уикендам все турниры идут в пятницу, в субботу, и идут они одновременно в разных точках нашей большой страны, и хорошо, что есть такие ребята в нашей стране, я даже могу их перечислить, если это интересно, кого я считаю. Было бы интересно. Да, я вот, например, уйдя из М1 от Кринкельштейна в 2010 году, там появился хороший парень Артем Анчуков, например, который вот уже на сегодняшний день получается 10 лет работает в качестве ринг-анонсера. Например, на Урале, это я так поиду по географии, там хороший появился парень, это Раков, Дима, Дмитрий Раков, который сейчас на сегодняшний момент, я понимаю, три года он работает, у него небольшой совсем стаж, но это все профессионально, и он растет, на самом деле, я смотрю, с каждым турниром. Дальше идет Сибирь, это Николай Лукинский, тезка известного юмориста и родственник. Да, тот Лукинский, который юморист, он дядя Коля Лукинского, который ринг-анонсер. Он журналист, ринг-анонсер, да. И дальше идет у нас Сибирь, Сибирь, но в Сибири там своих ринг-анонсеров, наверное, да, ну вот кроме Николая Лукинского я даже никого не знаю. Ну и Дальний Восток, там я работал много лет с Федерацией Панкратиона, современного Дальневосточной Федерации Панкратиона Дмитрием Коньковым. Мы отработали много лет, там стал появляться Саша Белый, который тоже совершенно профессионально ведет великолепные турниры и он ведет, кроме того, раз в год самбо-70 в Сочи. Вот. Вот эти люди, наверное, кого я еще могу вспомнить? А, еще есть, еще такой харизматичный, Алекс Кардо. Алекс Кардо. Да, но он такой, да, Алекс Кардо, наверное, это наш, если меня называют там русским бафером, то, наверное, Алекс Кардо это русский брус-бафер. Но он больше из Ютуб-сообщества пока. Вот. И вот эти ребята, они наиболее известны. Ну и, конечно, много, много и других ребят, я сейчас, может быть, всех не вспомню. Но работы на всех хватает. Да, да, это самое главное на самом деле, потому что турниров становится все больше и больше, это только надо этому радоваться, что Россия идет в ногу со временем и со всем миром и, конечно, единоборство, которые так любимы нашим народом, развиваются в таком темпе. А скажите, молодое поколение какое-то есть, которое то есть есть ли те люди, на которых вы смотрите, что уже вот вы назвали, это люди помоложе, но уже выросли на вас. А не задумываются ли, может, нужна какая-то школа для, может, дети какие-то хотят тоже. Мне а есть парнишка Богдан такой, Богдан Ивашнев, он живет на Волге в Тольятти. Ему сейчас, наверное, 11 уже лет, может быть, уже 12. И он сжет вот уже года два, так вот представляя там на местном уровне, взвешивание часто ведет. Его мама возит на турниры Лиги не надо кричать, надо свою вот самую точку дотянуть до конца, самую вершину сделать представление, вот там ты должен свои голосовые связки напрячь и выдать, представляя своих бойцов. Вот, собственно, так. А по поводу школы мне задают вопросы, и пока сейчас в силу занятости и востребованности мне просто, честно говоря, некогда этим заниматься, а позже, наверное, конечно, я хочу такую школу сделать, открыть и передать свой опыт многолетний. Вот в этом году 20 лет моей деятельности в качестве ринг-анонсера. Я хочу, конечно, передать этот опыт и научить ребят, чтобы они не шли как наугад, как ночью по тайге, как пел Высёцкий. Чтобы они знали... Профессор развивается и имеет будущее. Конечно, безусловно. Конечно, конечно. Знаете, такой был момент интересный, потому что я в силу того, что я стоял у истоков профессионального анонсирования и профессионального боевого спорта в нашей стране, я в какой-то момент понял, это был 2006, наверное, 2007 год, что стало приезжать всё больше и больше иностранных бойцов в нашу страну и что надо параллельно с русским представлять их на английском языке. Вы знаете, что там началось? С телеканала тогда ещё Спорт ТВ от Федерации «Зачем? Кому нужен в России английский язык?» Мне говорили так вот. Но время показало, что я был абсолютно прав на самом деле, что вот сейчас уже любой уважающий себя рим-канонсер дублирует себя на английском языке, потому что это необходимо совершенно. как может понять иностранец, иностранец, боксёр, боец, тайский боец, боец смешанных вопросов, кикбоксёр, что о нём говорят? Как звучит судейский вердикт? Какие очки там, в чью пользу? Ему же это надо знать. И вот, собственно говоря, жизнь показала, что я тогда, много лет назад, был абсолютно прав, но приняв на себя какой-то негативный удар от федерации, от каналов, от телеканалов. Абсолютно вы были правы этого сто процентов, потому что, мне кажется, это как раз и придало некий статус уже, даже то, что вы объявляли по-английски, это говорило о каком-то международном статусе, хотя бы даже придавало какую-то такую изюминку, а в дальнейшем показало, что у вас есть и европейский опыт сейчас. Вели ли вы мероприятие не только на постсоветском пространстве, но и где-то дальше в Европе. В Европе это была Европа, а сейчас скажу, Австрия, Польша, Словакия, вот эти вот страны, где я бывал в качестве ринкононсора, да, например, или вот, например, в Прибалтийских республиках требование сейчас такое, что надо вести только на английском языке. Я там ни слова не говорю по-русски, но я могу сказать, Артем, на самом деле гораздо проще вести турнир на каком-то одном языке, потому что перескакивать с языка на язык это довольно проблематично, потому что бывает так, что, ну, я просто начинаю путаться в терминах, потому что тяжело, когда сразу, плюс тайминг удлиняется, то есть надо дать время и на представление на русском, и на английском, но если это у нас в России, то, конечно же, например, я противник того, что в России, например, приезжает иностранец и говорит только на английском языке, не отдавая дань уважения, так сказать, России. Даже Майкл Баффер, приезжая, он всегда приветствует, здоровается на русском языке и представляет бойцов, тоже представляет хотя бы там несколько фраз, но обязательно он произносит их на русском языке, вот это очень правильно и уважительно. Вы сказали, что в этом году, и я как раз посмотрел, 20 лет вашей карьере Ринга Нансова. Будет ли юбилей, будете ли вы отмечать, и если будете, то кто будет вести эту церемонию? Или хотели бы? Я думаю, я думаю, да, Артем, я думаю, что, наверное, такого юбилея не будет. Мне только, мне хотелось бы сделать подборку, видео, фото, подборку сделать, вот начиная с моих тех лет двухтысячных, начало, и заканчивая вот нынешними турнирами. Мне бы очень хотелось, я вот сейчас потихоньку собираю это уже, потому что первый этот турнир состоялся в августе. Я не помню точно число, но это был август двухтысячного года, двое спорта юбилейный. И мне хотелось, я уже собираю сейчас фотографии, где-то нахожу там в интернете, те, которые я даже не видел. Я их так откладываю, чтобы сделать подборку своей вот этой двадцатилетней деятельности в качестве рентганонса. Ну и, конечно, будет, наверное, маленький, скромный такой для своих банкетик, для близких, потому что надо, конечно, это отметить. Двадцать лет, все-таки, это серьезная дата. Это юбилей, это дата. Скажите, вот вы позитивный человек, и я не видел вас таким угрюмым или грустным. Я понимаю, что все эти моменты бывают. Вот скажите или опишите вашу жизненную философию, вот в чем она заключается? Я уже говорил, что на меня большое значение и влияние оказал мой отец, который никогда не унывал. Я никогда не видел его вот в таком состоянии депрессии или какой-то хандры. Когда мы уходили с мамой куда-то гулять, и папа оставался один, я говорю, папа, тебе, наверное, будет скучно. Он мне говорил, сынок, запомни, мне не бывает скучно. И что он еще мне говорил, отец, он говорит, сынок, он мне говорил, когда он был жив, он умер у меня на руках в 70 лет от рака, обещав прожить 120 лет царство ему небесное. Он говорил, что сын, ты никогда не должен показывать, если даже у тебя на душе скребут кошки, ты никому не имеешь права это показывать. Ты всегда улыбайся и говори, что все замечательно, все хорошо. Потому что людей разных вокруг полно и некоторые будут потирать ладони от того, что, а, посмотри, у него оказывается там какая-то лажа, у него не все в порядке. Нет, ты улыбайся и говори, все в полном порядке, даже если у тебя плохое настроение. И вот это для меня жизненные принципы, моя жизненная философия радоваться каждому мигу, дарить эту радость своей семье, своим друзьям, своим близким и вот идти по жизни с высоко поднятой головой. Вот скажите, давайте вначале, самое яркое, которое сразу всплывает в памяти у вас события из вашей карьеры? Сейчас скажу. Какой-то момент. Их нет, несколько турниров, которые знаково прошли в моей жизни и которые дали и мне толчок дальше в своем развитии. Это, конечно, я так прямо точно совершенно по датам могу вспомнить. Это был 2007 год, весна, был грандиозный турнир совместной организации Bodog Fight и M1 во дворце спорта, в Ледовом дворце спорта, где впервые на российской публике предстал Федор Емельянин. Там же и брат его бился, Александр. Был великолепный, грандиозный турнир по масштабу. На нем присутствовали Владимир Путин, Сильвио Берлускони, администрации разных совершенно городов. Джан-Клод Ван Дам приехал впервые в нашу страну со своей дочкой. Был Питер Айрс, дровосек, тоже в качестве гостя. Это был 2007 год. Вот этот год мы работали вместе с американцем Дэмиан Пинто, я запомнил его имя. Больше я его никогда нигде не видел, этого Дэмиана Пинто, но мы с ним вместе работали, он на английском, я на русском. И это был, конечно, грандиозный турнир. И далее тот же самый 2007 год, Москва, октябрь, по-моему, да, октябрь, конец октября или начало ноября, не помню. Это как раз вот Иван Дархолифилд Султан Ибрагим в бой по боксу за звание чемпиона мира, где мы работали с Джимми Ленноном вместе. Вот это событие. А потом следующее, наверное, а, это 2007 год, я уже говорил, Ларри Дональд, Александр Поветкин, где я встретился с Майклом Баффером. И потом крупнейший был турнир впервые в истории «Звезды ринга» на Красной площади. Это тоже был бокс. Но тогда впервые, сейчас уже на Красной площади часто стали проводиться спортивные фестивали всевозможные. Но тогда это было новшество. Это был 2008 год. «Звезды ринга» на Красной площади. И вот это для меня тоже было знаковое событие. Вот. И, конечно, конечно, турниры на меня большое значение знаете, какие произвели? Вот после того, как построен был великолепный дворец спорта «Колизей» в городе Грозном, вот там тоже турниры шли, и причем там с таким размахом это все было сделано. Особенно там до этого был небольшой спортивный зал «Олимпийск». Олимпийск. Там были турниры, но после того, как буквально за 7 месяцев вырос великолепный дворец спорта «Колизей», действительно, вот такое круглое, красивое здание, пятитысячник, там стали проходить большие турниры, и в том числе мы там работали с Майклом Баффером, туда приезжал Флойд Мэйвезер, туда приезжали звезды первой величины в качестве приглашенных гостей главы Ченской Республики Рамзана Кадырова. Вот эти тоже турниры. Вот они, наверное, ну и прежде всего, конечно же, это мое начало и работа с М1. Спасибо, Вадим, я всегда всегда упоминаю его, потому что если бы вот не это стечение с счастливой обстоятельств, наверное, я не был бы тем, кем я есть. Еще пару вопросов буквально. Окей, мне так нравится, мне так нравится, что вообще время летит моментально и так быстротечно, и у нас замечательная беседа получилась. Я надеюсь, что наши зрители тоже получают удовольствие. Если они задают вопросы, может быть, какой-то вопрос есть от кого-то. Я записываю, потому что кто-то, ну, пишет, в основном они все есть и в моей памятке, есть и в соцсетях. Я все задаю и что-то задаю в процессе. Вот, Александр Евгеньевич, вы сказали о таких запоминающихся моментах, но не может такого быть, что не было какого-то негативного опыта в том плане, что после которого сделали какой-то вывод или работу над ошибками. Случались ли вот такие тоже вот отрицательные опыты? Нет, нет, у меня у меня был, у меня был, к сожалению, вообще для ринкононса, я могу честно сказать совершенно, такая главная беда и главная ошибка ринкононсера. Я вам скажу, это ошибиться в имени чемпиона. И вот такой случай к моему несчастью произошел в Индии, в Мумбаи на турнире Super Fight League, это был 2011 год, но для себя я, конечно, оправдание, как и любой человек, должен был найти, потому что там была большая суета, я приехал туда, значит, и американцы вместе с индусами проводили первый турнир этой лиги, Super Fight League, с огромным размахом на открытом стадионе. Среди VIP-гостей был там Бомонта из этого Болливуда, господа в смокингах, дамы в вечерних платьях, разыгрывался среди них мотоцикл Харли Дэвидсон, там какая-то викторинка была, и вы знаете, я подготовился заранее, мне дали Fight Card, я по традиции сам всегда, не надеясь на организаторов, по Fight Card делаю себе карточку, и вдруг за 5 минут до начала этого турнира ко мне подскакивает женщина и дает мне Fight Card с помененными углами, то есть те, которые были в красном, они оказались в синем и наоборот, и уже переписывать что-то не было просто возможности, не было времени, потому что через 5 минут начинался прямой эфир, мало того, мы проверили, значит, связь по рации, все работает, как только начался турнир, рация вырубилась, и я не мог понять, когда мне вступать, когда, то есть это такая была нервотрепка, и в одном из боев, который закончился очень быстро, я не успев, в общем, даже вникнуть, потому что досрочная была победа одного из бойцов над другим, и, видя свои карточки, красный и синий угол, я называю, я называю проигравшего победителем, вот это для меня, для меня это было, конечно, катастрофа, хотя американцы говорили great job, но я-то понимал, что это совсем не great, не прекрасная работа, я допустил для анонсера роковую ошибку, но, кстати, об этом в своих воспоминаниях писал и Майкл Баффер, и у него такое было, и я знаю, что ошибаются, ну, мы же люди, ошибаются практически все, я знаю, что Брюс Баффер однажды ошибся в правильности судейского вердикта, там было, например, не раздельное решение, а большинство, а он назвал раздельным решением, это тоже большая разница, что такое большинство и что такое раздельное, вы же понимаете, когда один из судей дает ничью, тогда это большинство, когда двое судей дают одному, а один другому, это раздельное решение, ну, вот, такие моменты, вот, и я стараюсь, конечно, очень внимательно на будущем избегать этого и больше никогда не допускать таких ошибок. Ну, наверное, это и показывает вас как профессионала, на мой взгляд, профессионалы, о профессионале говорит то, как он справляется с экстремальными ситуациями или делает работу над ошибками после каких-то вот таких маленьких ошибок. Самое главное, не бояться их признать, не бояться их признать, потому что даже вот по аналогии с бойцом говорят, кто не падал, тот не поднимался, правильно? Кто не падал, тот не поднимался и поднимаешься ты еще более сильным, и поэтому у каждого могут быть и проигрыши, и поражения, и ошибки, надо просто их признать, не стесняться признавать их, что, допустим, соперник был сильнее или что ты здесь был неправ и вести работу над самим собой и над ошибками. Вы много смотрите боев, ну и знаете бойцов и разные ситуации видели. Согласны ли вы со мной, что во многом бойца характеризует поражение, то есть как он себя ведет после поражения, потому что хорошо быть таким добрым, понимающим, когда ты победил, подойти, успокоиться у соперника, пожать руку, но в тот момент, когда ты проигрываешь, эмоции совершенно другие, как раз вот здесь зачастую показывается настоящий характер. Согласны ли вы со мной? Я стоя аплодирую бойцам, потому что вот после страшной рубки, кровопролития, когда бойцы подходят, обнимают друг друга и выказывают уважение, вот это самая высшая точка профессионала, профессионального бойца. Бывают несправедливые решения, и я видел такие моменты много раз, и в том числе, Артем, я смотрел на ваш один бой, где вы начисто переиграли своего оппонента, но подняли руку ему, я не знаю, суди, понимаете, что всякое бывает. И тем не менее, вы достойно вели себя, и многие бойцы его так же ведут, это говорит о высочайшем профессионализме, надо уважать своего соперника, такого же профессионала, а судейские решения, это действительно, пусть будет на совести тех судей, которые засудили выигравшего бойца. Будет ли фирменная фраза Александра Загорского, или все же вы не хотите какой-то шаблон делать, как у Майкла Баффера? Вы знаете, мне об этом говорили много, но Александр, придумайте свою фразу. Во-первых, это будет вторично, раз. Во-вторых, да, я придумаю фразу, многие молодые ребята берут с меня пример, я даже, бывает, включаю телевизор и слышу полностью свои слова, которые я говорю, например, в начале, перед открытием турнира, я полностью слышу слово в слово, но с другим голосом. И я понимаю, что я придумаю фразу, и вдруг ее начнут произносить эти же молодые ребята, и я ничего не смогу доказать, потому что это интеллектуальная собственность, которую надо регистрировать. Я считаю, что у нас в стране это трудно очень сделать, зарегистрировать какую-то фразу хотя бы, даже трудно с регистрацией патентов на изобретение, а вот сама фраза, и поэтому я просто веду турниры в своей манере, так как я это делаю, так как именно это отличает именно меня представление, но фразу я решил не придумать. вы во многих интервью говорили, что для вас вы очень любите солнце, пляж, море, и это для вас так вы представляете отдых, но вы родились и живете всю жизнь в Санкт-Петербурге, которая полная противоположность этому описанию. Расскажите, почему вы в Питере до сих пор, за что любите этот город? Я чисто по-человечески, Артем, завидую вам, находящимся во Флориде и под этим солнцем. У нас в Питере, да, это северная столица, все ругают климат, и тем ценнее для нас, жителей, для меня, для любителей солнца, а я не один такой. У нас, например, там на Крестовском острове, там, где стоит стадион Газпром-арена знаменитый, там зона отдыха великолепная, пляжи, тренажерные площадки, и вот мы там собираемся, и каждый солнечный день для нас как манна небесная. И вот уже, посмотрите, смотрите, нет первые солнечные дни, и вот уже три дня буквально я ездил на Крестовский остров, когда у нас было тепло, а вчера было 20 градусов, сегодня уже вдвое меньше, и мы там загораем, играем в волейбол, занимаемся на тренажерах, и так это здорово на самом деле, даже, даже сейчас, и я благодарен администрации нашего города, что, наверное, с пониманием относятся, что в период вот этого карантина они разрешают людям быть на свежем воздухе и заниматься спортом, на свежем воздухе. И вот уже, смотрите, вчера Владимир Владимирович Путин заявил на всю страну, что можно заниматься спортом на открытых площадках, а мы это делали уже месяц назад. Самое главное. если отдыхать, какую страну бы выделить? Есть ли такая страна? Отдыхать, да, мне очень нравятся Арабские Эмираты, и мне нравится, да, действительно, потому что мне лето, наше лето нравится в моем родном городе Петербурге, и в этом году обещают аномально жаркое лето, к чему я вообще готовлюсь, но вот отдыхать я хочу среди зимы поехать в теплые края, в Америку не могу поехать, во Флориду, в Майами, но можно поехать в Таиланд, можно поехать в Арабск, в Таиланде, вот смотрите, я расскажу, что я ни разу в своей жизни не был в Таиланде, знаете почему, что моя супруга, которую я безумно люблю, она не переносит долгие перелеты, у нее кларустрофобия, она не может даже в купе ехать в закрытом, и долгий перелет для нее просто трагедия, поэтому мы в Таиланд не летаем, и во Вьетнам, тем не менее, в Таиланде. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова